Приветствую вас. Для начала хотел бы сказать, что ответ моего коллеги Кудрячева Игоря Леонидовича является в целом наиболее оптимальным ответом вам. То есть это такой ответ, знаете, суть, корень проблемы, вот, которая, ну, может быть, у вас есть, может быть, у вас её нет, может быть, она есть, но не так ярко выражена, как коллега мой сказал. Ну, в любом случае, я думаю, что об этом как минимум стоит задуматься. Я считаю, что необязательно делать всё в страхе одиночества, я считаю, что проблема может быть не только в этом, но и в этом тоже может быть проблема. Вот, поэтому для начала я предлагаю вам сделать так. Дальше. Следующее, что хотелось бы мне озвучить. Это то, что по факту своего вопроса вы не задаёте. Ну, то есть у вас нет вопроса. Вы говорите, что не понимаете, как поступить дальше, порваться из связи с ней или что вообще делать. Вот, и хотите, если прям вот буквально понимать ваш вопрос, хотите, чтобы мы дали вам совет. А советов психологи не дают. Нельзя дать вам совет, нельзя давать вам какие-то советы, прямо что делать, потому что это будет звучать так, что мы берём ответственность за вас. Поэтому ваш запрос необходим для того, чтобы понимать, что конкретно вас интересует и что конкретно вы хотите, чтобы мы для вас сделали. Да? Вот. То есть вы могли разобраться, допустим, в себе, что вам делать, да? Но что вам делать, чтобы что? Это, на мой взгляд, очень важный момент. То есть вы говорите, порваться из связи с ней. Хорошо. Порваться из связи с ней, чтобы что? Для чего? Или почему? Что вообще делать, чтобы что? Если вы хотите расположить девочку к себе, это одно. Если вы хотите, допустим, разобраться в себе, почему вы так привязались к ней и, в общем-то, настолько привязались, что даже задаёте платный вопрос, да, на сайте, это другое. То есть тут вот нужно смотреть, да, в зависимости от того, что вы хотите, какая цель. Вот. А я думаю, что, несмотря на взаимосвязь, да, несмотря на взаимосвязь, например, личностных проблем, ну, ваших, допустим, личностных проблем, и влияние этих проблем на возможность выстраивать отношения с другими людьми, в зависимости от запроса для их клиента и при понимании им ответственности, можно решать только один вопрос. То есть, например, построение гармонических отношений, да, что для этого нужно, нужно. Вот. И, соответственно, запрос на решение внутриличностных проблем, это, соответственно, другой запрос. Да, это все взаимосвязано, но я считаю, что клиент имеет право выбирать, над чем ему работать. Вот. Хотя, безусловно, безусловно, внутриличностные проблемы являются, как бы, первичной основой, на которую уже, как бы, накладываются, да, какие-то незастыковки в выстраивании отношений с другими людьми, в частности с девочками, да. Вот. Дальше. Вы пишите познакомиться с девочкой на популярном сайте знакомств. Здесь, понимаете, какая история. Очень важно раскрыть субъективную сторону того, по какой причине вы пришли знакомиться с девочкой для серьезных отношений на сайт знакомств. На сайт знакомств люди никогда не приходят просто так. То есть это, как бы, ну, я не буду сейчас сдаваться в детали, да, в подробности. Суть в том, что, идя на сайт знакомств и знакомясь там с девочкой для серьезных отношений, вы, по сути, рассматриваете человека исключительно как товар. Товар, с помощью которого вы хотите реализовать свои желания. Ну, например, построить серьезные отношения, да, допустим. Вот. Дальше. Значит, на сайт знакомств люди приходят, как правило, в случае, если у них не получается выстраивать отношения в реальной жизни. Либо в реальной жизни они не удовлетворены. То есть нужно вот эту вот историю, историю того, как вы созрели до того, чтобы прийти на сайт знакомств, почему вы выбрали именно это средство для построения отношений и для чего вам вообще выстраивать отношения, да. То есть какие желания вы, ну, пытаетесь реализовать через построение серьезных отношений. Это, это отдельная система для разговора, которую нужно с вами затронуть, но это влияет на все ваше поведение. Далее. Далее. Вы пишете, что цель была найти именно серьезные отношения. Для чего? Зачем? Почему? Не то, чтобы я против серьезных отношений, но серьезные отношения не могут быть самоцелью. так. Значит, вам очень важно их построить. И девушку вы воспринимаете именно в качестве средства для этого. то есть вы изначально не встречались, не общались и не взаимодействовали с ней как бы просто так, то есть без обязательной цели, например, выстроить отношения, да, а это накладывает существенную нагрузку на непринужденность, свободу, поведение и так далее. В этом вы пишете, наши взгляды совпали, мне 25 и 21. Вам не показалось странным, что девушка в 21 год хочет серьезных отношений на сайте знакомств? Ну, может быть и так. Но, опять же, отношения не строятся на общих взглядах. Отношения строятся на принятии себя, на принятии другого человека, на узнавании друг друга. А узнавание друг друга происходит в реальной жизни. Поэтому так мало историй, когда люди знакомятся на сайтах знакомств и что-то получается. Такое, конечно, бывает, но у таких отношений есть много подводных камней. Достаточно тепло прошла первая встреча, а затем через несколько дней также тепло прошла вторая встреча, прогулки, обеды, общение, провожание, узнавание вкусов друг друга, поцелуи, объятия, но не суть. Как-то рано были поцелуи дошли, надо сказать. В перерывах между встречами и до первой, и до первой было очень плотное общение онлайн. Что тут не очень понятно, в перерывах между встречами и до первой. Если до первой встречи было плотное общение онлайн, то как это понять в перерывах между встречами? Непонятно, да? Все было взаимно, ничто не предвещало беды. Но вот здесь чувствуется, как размывается ответственность, да? То есть, становится сразу мы, мы. Прогулки, обеды, общение – это все мы. Знаете, это все мы. Это не я. Это не она. Это мы. Где мы – нет я. Где мы – нет личной ответственности. Где мы – есть слияние. То есть, вы стремитесь к слиянию, к растворению в другом человеке. Потому что себя до конца вы не принимаете. Это не обязательно страх отношений. Но это непринятие себя. Возможно, обесценивание. Возможно, нелюбовь к себе. Возможно, стыд. Возможно, еще что-то. Вот. После встречи мы договорились, значит, встретиться в определенный день. На ночный день девочка исчезла. Вернуально в течение дня я очень подолгу отбежала на сообщение, что было не характерно для нее. Я очень много ей писал. Зачем? Для чего? Для чего вы очень много ей писали? То есть, вот. Какая была мотивация? В итоге она ответила, что должна уехать к брату, ему 30+, заменяет ей отца и не сможет встретиться. То есть, получается, что вы давили на нее. И получается, что девочка не смогла вам сразу сказать о том, что у нее не получится. Как вам сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, вы не увидели в этом чистого поведения девушки, направленного именно на нее. Вы увидели в этом, как бы, негатив для себя. В этом серьезная тонкость. То есть, как бы, в этом проблема. Дальше, ну и соответственно, мотивация, да, то, что вы ей много писали, это тоже, естественно, свою роль сыграло. С того момента, ее отношение в переписке ко мне огладело. До этого была нежная, заинтересованность, она задавала вопросы, в общем, все. Посещу некоторые детали. Ну, она съездила к брату, да, она столкнулась с реальной жизнью, и та сказка, которую вы выстроили с ней, она, возможно, показалась слишком иллюзорной и слишком нереальной. Ну, в принципе, что одно и то же. Вполне возможно, что она рассказала брату о вас, и вполне возможно, что брат неодобрительно отнесся ни к знакомству в интернете, ни ко встречам, ни к вам. То есть, все это он воспринял негативно. Вот. Возможно, он запретил ей, возможно, просто негативно воспринял, то есть здесь я бы поинтересовался, насколько мнение брата вообще для нее важно. Вот. Потому что, ну, надеюсь, вы понимаете, да, что у девочки нет отца, и, соответственно, это не может не отразиться на ней. И на ее взаимодействие с мужчинами. Вот. После этого она не отвечает на звонки и пресекает любую мою попытку встретиться с ней. Ну, вот интересно, что значит пресекает, да, то есть что говорит или не говорит. Но она избравно отвечает на сообщение, пускай они сразу говорят, что ей и так удобно общаться. Ну, здесь может быть такой вариант, что девочка просто испугалась стремительности, с которой развивались ваши отношения. Может быть, она просто решила, что все это чересчур быстро, что вы слишком мало друг друга знаете, что вы не знакомы и что, соответственно, нужно узнать друг друга получше. Вот. То есть, по ощущениям, по ощущениям, это неуверенный в себе человек, который достаточно легко внушает людьми, у которых есть авторитет. Вот. Ну, по отношению к ней. На прямой вопрос, что я сделал не так, натворил, и что ей не нравится, она отвечает, что ничего, и что проблема не вам не... Ну, а в чем проблема, она не говорит. Примечательно, что вы задаете вопрос, что вы не так сделали, то есть, уже заведомо признавая, что вы можете быть чем-то виноват, и заведомо себя обесценивая, обесценивая себя для того, чтобы, опять же, слиться, раствориться в ней. Понимаете? Это снижает интерес девушки к вам. Очень странное чувство. Какое? Как бы вы описали? Чувство покинутости, чувство неопределенности, чувство брошенности. Чем оно вызвано? Как именно негативно оно может сказаться на вас? Вроде и не послала, она вас не посылала, но и не дает приблизиться. Но она и не должна давать приблизиться. Это ее право. Я достаточно сильно привязался и не понимаю, как поступить дальше. Понимаете, привязались, привязка к человеку, это не любовь. Это привязанность, то есть я привык чувствовать себя определенным образом с ней, и без нее мне плохо. Но согласитесь, что если вам без нее плохо, то это в первую очередь ваша ответственность, и это в первую очередь то, что корректироваться должно вам не девушкой, а вами. То есть необходимо разобраться в себе, в чем именно вы к ней привязались, почему вы к ней привязались, что она вам давала почувствовать. Это реализовать самостоятельно, чтобы быть свободным, да, и чтобы не воспринимать девочку как средство, инструмент для достижения своих целей. И уже после этого, уже после этого решать для себя, что делать дальше. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что это было полезно для вас. Я думаю, что если вы ориентированы на девушку, а не на себя, или если вы сейчас благодаря ответам ему и моих коллег разделите для себя то, что чувствуете вы и то, что чувствует она, то я надеюсь, что вы примете позицию девушки, не будете на нее давить, а будете общаться с ней. На том уровне, на каком удобно ей, но при этом не будете ограничиваться только ею одной. То есть будете взаимодействовать еще с другими девушками. И все же лучше, если вы будете это делать в реальной жизни, в ходе занятия, например, хобби, какими-то увлечениями и так далее. Я думаю, что это тот путь, который приведет вас к здоровым, реалистичным, не идеализированным и без сверхмотивации отношениям. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...